Приморская районная организация Украинской морской партии Сергея Кивалова подвела итоги депутатской работы и приняла новых членов партии. Сегодня именно Приморская районная организация партии является самой многочисленной, ведь свою деятельность политическая сила начинала как раз с этого района. Отсюда стартовала реализация целого ряда социальных проектов партии, бесплатная юридическая клиника и компьютерные курсы для пенсионеров. Сегодня здесь тестируют всех желающих на коронавирус, выдают иммунные паспорта одесситов, а в скором будущем откроется Международная академическая школа Одесса. Более подробно о конференции Приморской районной организации Украинской морской партии Сергея Кивалова в сюжете наших корреспондентов. На очередную конференцию Приморской районной организации Украинской морской партии Сергея Кивалова делегаты собрались в самом центре парка Победы. Локация была выбрана не случайно. Реконструкция этого парка, который сегодня является одним из любимых мест отдыха как для одесситов, так и гостей города, шесть лет назад была инициирована именно Украинской морской партией. Лидер политической силы, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов выступил перед делегатами с приветственным словом. Он рассказал об основных достижениях партии и перспективах на будущее. Мы открыли юридическую клинику, десятилетиями уже работает, но, наверное, ни в одном городе Украины нет такой качественной юридической клиники и нет такого количества жителей, которые проходят через юридическую клинику. Мы сделали бесплатные компьютерные курсы и сегодня обучаем жителей не только Приморского района, но и всех других районов города Одессы. Мы завершили строительство школы, школы будущего. Я горжусь этим проектом. Вместе со своими коллегами по партии Украинская морская партия смогла реализовать все то, что было намечено. Открытие Международной академической школы Одесса запланировано к началу нового учебного года. Сегодня это современное учебное заведение, при строительстве которого использовались инновационные технологии. Общая площадь учебного заведения составляет 22 тысячи квадратных метров. В инфраструктуру школы входят два храма, учебные корпуса, два бассейна, спортивные залы, киноконцерт-холл, кафе – все, что необходимо для учебы детей. При этом при строительстве школы не было задействовано ни копейки средств из бюджета города, области и страны. Мы любим свой город и поэтому создаем и делаем. Создали два университета, мы создали три колледжа здесь, один государственный университет с нуля, и 17 лет назад построили Международный гуманитарный университет. Вообще первый набор был семь человек, а сегодня шесть с половиной тысяч. В ходе конференции также были вручены партийные билеты новым членам партии. Ряды Украинской морской партии пополнили активные жители Приморского района, которым небезразличны будущее своего родного города. На конференции делегаты также заслушали развернутый отчет депутатов фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете. Одним из основных направлений работы фракции является поддержка социально незащищенных категорий населения и решение жилищно-коммунальных проблем. Депутатами фракции Украинской морской партии были инициированы вопросы доплаты ветеранам, детям войны, пенсионерам, которые получают минимальную пенсию. Также был поднят вопрос о пересмотре выплаты субсидий. Также во время карантина на округах каждого из депутатов работала программа помощи ветеранам, детям войны и одиноким людям. В рамках этого года у всех депутатов всей фракции работала программа в отношении помощи ветеранам, пожилым людям, которые не могут сходить в магазин либо в аптеку для того, чтобы элементарно купить себе продукты. Те, кто обращался в приемные нашей партии, наши депутатские приемные, мы подходили на самом деле достаточно индивидуально. Кому-то эти продуктовые наборы были куплены за счет фонда партии. Для кого-то это была просто волонтерская помощь сходить в магазин либо в аптеку. Депутатские будни – это постоянное общение с избирателями и работа на округе. «Партия, она не может быть без лидера. И наш лидер Сергей Васильевич Кивалов, как сильный лидер, естественно, задает вектор направления движения партии. Для того, чтобы быть депутатом Одесского городского совета, я имею в виду эффективным депутатом, необходимо знать свой округ, необходимо по нему ходить, необходимо общаться с жителями, для того, чтобы понимать, что им необходимо. Кому-то во дворе необходима детская площадка, кому-то необходимо застекление дома, кому-то и то, и другое». Все средства депутатского фонда представители фракции Украинской морской партии направляют преимущественно на благоустройство домов и придомовых территорий жителей Приморского района. Это видимая часть депутатской работы. «Люди сегодня могут зайти в парадный и увидеть, потому что остеклены парадные, сделаны межквартальные проезды, установлены детские площадки. Это то, что каждый может увидеть. Помимо этого, реализовывается множество по инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова, фракции Украинской морской партии в Одесском городском совете, большинство которой составляют именно депутаты от Приморского района. Реализовывается множество социальных проектов, которые сегодня направлены на то, чтобы улучшить жизнь одесситов, для того, чтобы поддержать социально незащищенные слои населения». На конференции также поднимались вопросы о реконструкции старого фонда города, расположенного преимущественно в Приморском районе. Задача депутатов этого и будущего созывов – сохранить историю для потомков. «Хотелось бы отметить, что Приморский район – он специфический район. Это архитектурный, исторический центр города Одессы. И все мы знаем, что в последнее время очень много проблем в Приморском районе. Связано с тем, что рушатся здания, что нет ненадлежащий уход за историческим наследием, которое нам оставлено. И для Украинской морской партии это и является сегодня приоритетом. Жители Приморского района поднимали сегодня эти вопросы о том, что историческая часть города должна быть такая, как в ведущих исторических европейских городах. Поэтому мы будем делать все в Одесском городском совете для того, чтобы жемчужина у моря, она была очень красивая, она была современной. И в то же время был сохранен архитектурный колорит города Одессы». Все больше жителей города выражают свою поддержку украинской морской партии Сергея Кивалова, партии одесситов, которые трудятся на благо родного города и свою любовь к Одессе. Они доказывают не словами, а конкретными результатами.